Привет, чуваки, это ТОП ДОТА. Вы очень быстро набрали 2к лайков на прошлом выпуске пасхалок, поэтому я сразу побежал пилить новую часть, прочёсывая Reddit, Доту и Google в поисках какой-нибудь незабаяненной годноты. И хоть и с большим трудом, но найти кое-что интересное всё-таки получилось. Поехали! Кстати, если вы всего лишь нажмёте на лайк, а также подпишитесь на канал, то весь 2017 год у вас будет просто охренительным. И это абсолютная правда. Но пасхалка номер один находится в боковой лавке, и найти её в самой доте не очень-то просто, потому что так исхитряться во время катки мало кто будет. А именно, смотреть за спину торговца, продающего нам всякие ништяки. Если мы на него посмотрим сзади, то увидим панцирь черепахи, перевязанный какими-то тряпками. И мало кто вспомнит, но именно этот панцирь служил крышкой для сундука, с которого когда-то давным-давно дропался тот самый, тогда ещё мистический, Драгон Клав Хук. Если честно, не знаешь, что из них было раньше, панцирь у торговца или панцирь на сундуке, но связь тут очевидна. Ну, либо просто волоские дизайнеры настолько ленивые, что им впадлу было лишний раз рисовать новую модельку, и поэтому они прилепили старую. Такое тоже вполне возможно. Следующая пасхалка спрятана не где-нибудь, а в Таунте. Кстати, Таунты это очень хорошее место для того, чтобы что-то прятать, потому что их никто не юзает. И в этот раз мы говорим про Таунт Зевса. Вот как он выглядит. Если вы знаете что-нибудь про Нинтендо, то наверняка уже поняли, что это такое. Ну, а если нет, это отсылка на Марио, усатого итальянского водопроводчика из вселенной японской игростроительной компании. Именно его изображает Зевс, подпрыгивая за монеткой. И у меня такое впечатление, что среди разработчиков Доты 2 есть какой-то очень лютый нинтендовский фанат. А то и не один. Потому что это уже далеко не первая отсылка к играм этой студии. Как вы помните, даже в предыдущем выпуске было что-то похожее. И пасхалка под номером 3. Я уверен, ее все вы видели, но вот не все из вас обратили на нее внимание и догадались, что за ней скрывается. Итак, смотрим. Видите этого чувака, похожего на святого из Библии? Никого вам не напоминает? Напишите в комменты, если у вас есть какие-то догадки. Ну а я вам сейчас расскажу, правильные они у вас или нет. Эта статуя моделировалась на основе фотографий трех сотрудников Valve. Один из которых... Да-да-да, тот самый Гейб Ньюэлл. Кто здесь был вторым, кто третьим, никто кроме самих валвовцев не знает. Возможно, кстати, что тут есть даже частичка Айсфрога. Это очень забавно. Но самые внимательные зрители вспомнят, что Valve частенько юзают подобные лайфхаки для создания образа в своих играх. Например, в том же Half-Life абсолютно все персонажи были смоделированы на основе сотрудников компании. Ну и на этом на сегодня все. Не забывайте, что чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем скорее выйдет следующая часть, а также не забывайте подписываться и оставлять комменты, чтобы попасть в следующий ролик. Ну а если вы не видели вчерашний видос, то напоминаю, что у нас сейчас еще идет и розыгрыш. Так что обязательно чекните. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!